На помощь придём всегда, если на дороге случилась беда. В семье Тумановых считают все беды на дороге от спешки и невнимательности. Искать виновных сложнее, чем избежать трагедии. Если речь идёт о безопасности, Тумановы всегда за. В этом году участие в конкурсе стало ещё и делом принципа. В прошлый раз они оказались недовольны результатом. Сейчас подготовились основательно. Это то есть правило, чтобы сохранить жизнь на дороге. То есть, например, если вы переходите, и надо соблюдать эти правила, то может произойти несчастный случай, пешеход может погибнуть. Мы не то что говорим, мы их учим. Переходить дорогу строго, светофор, зебра, нигде не их не водим. Давай здесь перебежим, так перебежим. Строго вот именно только на это обращаем внимание. Чтобы, естественно, смотрели по сторонам, даже если горит зелёный. Чтобы посмотрели сначала, потом уже больше. Каждое утро, каждый выход ребёнка на улицу, непосредственно напоминания, указания какие-то. Юитовское движение набирает обороты. Почти в каждой школе создан отряд юных инспекторов движения. Ребята изучают правила, проводят акции и рейды, участвуют в конкурсах. Но организаторы уверены, что привлекать к этой работе нужно не только школьников, но и их родителей. А самое главное, что и сами взрослые становятся активнее. У нас в прошлом году проходил конкурс, участвовало 8 команд. В этом году подключились школы, которые не предоставляли родителей. Они также сегодня пришли. И плюс у нас пришли родители, которые не подавали заявку, но хотят поучаствовать. Я считаю, что это заинтересованность родителей, вот именно побывать на этом празднике и поучаствовать вместе с ребёнком. Участники сдавали экзамен на знания ПДД, оказывали первую медицинскую помощь, разбирались в дорожных знаках и ребусах, показали и навыки управления велосипедом, самокатом и радиоуправляемым автомобилем. Самое страшное, что действительно во всех дорожно-транспортных происшествиях, каким бы участником он не являлся, пешеходом, водителем, пассажиром, виноваты мы взрослые. Потому что мы своим примером не показали, не научили, не убедили. Поэтому мы в ответственности своих детей. Победителями в этом году стали сразу две команды – семью Тумановых, школа номер 8 и «Звездун» из 11-й. Им вручили кубки, дипломы и полезные подарки.